Дорогая церковь Ну а сегодня у нас после прошлой субботы насыщенной будет не такая сложная, простая тема, но важная. Это тема о том, чем является закон Божий и чем он не является. Оставаясь на таком месте, как мы сейчас есть, попрошу Бога присутствовать на этом месте. Божий наш, прошу Тебя, помоги мне сказать Твою весть для Твоего народа. Помоги нам услышать эту весть и использовать ее в своей жизни. Аминь. Как работает система римского права? На основании этой системы, по принципах этой системы, почти во всех странах современности работают отношения между государством и людьми. Есть правитель, который устанавливает закон. И есть люди, которые этот закон должны исполнять. Если кто-то из народа, который живет на какой-то территории, нарушает какой-то из законов, правительство обеспечивает наказание этого человека за нарушение закона. Обычно это или штраф, или тюремное заключение, или даже смертная казнь. А теперь вопрос. Как человеку, который нарушил закон, не получить наказание? Избежать наказания. Как человеку, который по-настоящему нарушил этот закон, избежать наказания за нарушение этого закона? Есть ответы? Поменять закон. Нельзя поменять закон. Амнистия. Единственный законный метод, как избежать наказания, это получить амнистию обычно от президента. Это относится обычно к людям, которые осознали то, что они сделали неправильно, людям, которые не сделали какое-то нарушение очень большое, и президент время от времени говорит, я готов помиловать вот этого человека, этого или эту категорию людей. Теперь давайте посмотрим, как работает система библейского права. Есть правитель. Кто это? Бог. Который установил закон. Божий закон. И есть люди, которые этот закон должны исполнять. Более того, мы знаем, какое наказание за нарушение закона. Какое? Смерть. И если уже идти дальше, мы читаем, что нет ни одного, который этот закон исполнил, а значит все должны получить наказание. Теперь вопрос. Почему Бог не может по отношению к людям, которые раскаиваются о своих поступках, которые не совершили, может, что-то очень-очень сильно плохого, почему Бог не может просто сделать для таких людей амнистию? Почему Иисус Христос должен был прийти на эту землю и умереть? Как вы думаете? Почему Бог не мог сказать, я просто вас прощаю? Это хорошо, что у вас нет сразу ответа, потому что это глубокий и важный вопрос, на который есть много ответов. Но один из ответов на этот вопрос говорит о том, что воспринимать Божий закон как закон государства неправильно. Потому что Божий закон — это не просто и не столько государственный закон, это не столько закон, который похож к тем законам или Конституции, по которым мы живем, как этот закон больше похож на закон природы. Вот скажите мне любой закон природы, который вам приходит на ум сейчас. Ну, самый популярный, говорят, сила притяжения — это закон гравитации. Вот скажите мне, пожалуйста, вот представьте себе человека, который сказал, я, в принципе, читал этих физиков, которые рассказывают об этом законе гравитации, о том, что большое тело притягивает маленькое тело, но я не собираюсь их слушать. Я не собираюсь жить по этому закону. И вот этот человек купил билет, полетел в Нью-Йорк, купил билет, зашел в большой хмарочоз, не знаю, какой-то Empire State Building, и сказал, я покажу всем, что я по этому закону жить не собираюсь. Он выбрался на самую крышу этого дома, встал на крыле этой крыши и сказал, я нарушаю этот закон и сделал шаг. Чем это решение закончится? Конечно же, сразу он не почувствует результата того, что он сделал. Но рано или поздно, насколько бы активно не махал своими руками этот человек, рано или поздно он упадет, и рано или поздно он умрет. Когда Ева сделала из Адамом этот шаг, и когда дьявол им сказал, не умрете, он сказал неправду. Потому что когда ты срываешь яблоко или другой плод из дерева, оно не становится в этот же момент гнилым, правда же? Но момент, когда яблоко отрывается от живительной силы дерева, это момент смерти для этого яблока. Да, какое-то время это яблоко будет лежать, какое-то время оно будет не полностью гнилое, но шаг за шагом, день за днем, это яблоко будет умирать. Да, в первый момент, когда Ева и Адам сделали этот шаг, они не почувствовали реакции, они не почувствовали наказания. Но первый вывод, который я хотел бы сделать из такого понимания закона, если Божий закон — это больше закон природы, не то, что даже больше похож к закону природы, а это и есть закон природы, только закон моральной природы, не такой же, как физический закон, это значит, что наказание за нарушение закона Божьего — это не так действие Бога по отношению к человеку, как результат работы этого закона. Наш мир был создан по некоторым принципам, и нарушение некоторых принципов ведет к результату. Представим еще одну иллюстрацию, представим, что у вас есть друг, он вас любит, и он еще более того, он не просто вас любит, он еще очень талантлив, и он разработал свой собственный автомобиль. Он не просто его разработал, он его построил, и в первую очередь он хотел сделать вам хорошее что-то и подарил вам этот автомобиль. Но когда он его вам дарил, он сказал, вы знаете, я просто хочу, чтобы он вам служил добро, хорошо, правдой, как говорится, и поэтому я хочу обратить внимание, что этот автомобиль построен из бензиновым мотором. А это означает, что в следующий раз, когда вы будете заправлять машину, пожалуйста, заправляйте только бензином. Вы приехали домой и увидели, что вам на пошту даже пришла инструкция от вашего друга, который написал вам, чтобы вы не забыли, этот автомобиль нельзя заправлять дизелем. Ну, вы поехали на заправку, заправили дизелем. Чем это кончится для автомобиля? Влияет ли отношение друга на вас, на то, что будет с автомобилем? Нет. Окей, а если вы, ваш автомобиль поломался, потому что вы его неправильно заправляли, и вы пришли к вашему другу, который разработал этот автомобиль, и говорите ему, слушай, я реально делал неправильно, да, ты меня предупреждал, да, я видел инструкцию, ну, ты же видишь, я раскаиваюсь, прости меня, пожалуйста. Даже если вас вдруг вас очень любит, даже если вдруг вас прощает, означает ли это, что автомобиль начнет ехать? Нет. Если ваш друг вас простил, ему все равно придется ремонтировать этот автомобиль. Сегодня есть много теорий, которые претендуют на название, так бы сказать, теории всего. И одной из самых потенциально успешных является теория струн. И одним из следствий этой теории является то, что все на все влияет. Я не знаю, можно ли верить этой теории, но есть много экспериментов, которые говорят, например, о том, что цветок, на который постоянно говорить плохие какие-то слова, кричать, будет расти намного хуже и быстрее умрет, чем цветок, которому постоянно говорят комплименты, и он растет в атмосфере красивой музыки. Вы слышали об этом? Вы слышали об этом, что даже говорят ученые, что даже структура воды меняется, зависимо от того, находится эта вода в семье, где мир и доброжелательность, или эта вода стоит там, где сварка и постоянные конфликты. Когда Ева и Адам сделали этот шаг и попробовали плод из этого дерева, познание добра и зла, они нарушили моральный закон, но моральный закон повлиял на все другие законы. Листья начали ожелтеть, животные начали нападать друг на друга, и в этот мир пришла смерть. Итак, первый вывод, если мы понимаем закон Божий, как закон природы, наказание за его нарушение, это не так действие Бога, как результат того, что что-то поломалось. И именно потому, чтобы все сделать так, как было, Богу приходится лечить наш мир и придется творить его по-новому. Второй вывод. Когда появился закон в таком понимании? на Синае? Конечно же нет. С первыми секундами деятельности нашего мира этот закон работал. Это значит, второй вывод из такого понимания, закон Божий, как закон природы, вечен. Вечен. Есть много людей, которые говорят, вот Бог пришел, позвал Моисея, написал заповеди, и они появились только на Синае. Но знаете, если мы будем читать историю людей до Синая, то мы увидим интересный момент. Почти по отношению к нарушениям почти всех заповедей, люди до Синая понимали, что это грех. Вы замечали это? Например, понимал ли Яков, что это плохо, что у его палатки чужие какие-то башки? Понимал? Понимал ли Вениамин, когда ему сказали, что он украл что-то, что красть это плохо? За что был проклят хам? За нарушение пятой заповеди. Он проявил неуважение к родителям. Понимали ли, скажем, если мы читаем Библию, например, историю Каина и Авеля, понимаем ли мы, что убийство Каином своего брата это грех? Есть ли четвертая заповедь о субботе до Синая? Конечно же, Бог буквально сразу же осветил какой день? Субботу. Итак, закон Божий это часть нашей природы, а поэтому он вечный. Он не зависел от того, что на Синае Бог записал на скрижалях этот закон. Зачем Бог написал тогда этот закон? Знаете, мы как люди, мы очень часто забываем важные вещи. И когда израильский народ был в Египте, некоторые вещи для Божьего народа нужно было повторить. Ему нужно было напомнить, а что же означает такое, что такое любить, как любить, как поклоняться Богу. И поэтому людям, которые вышли из египетского рабства, которым нужно было, ну как бы сделать небольшую такую дефиницию того, а что такое любовь, Бог объясняет. Напоминаю, если ты любишь, ты не будешь красть. Если ты любишь, пожалуйста, не убивай, не прелюбодействуй. Если ты не уважаешь своих родителей или завидуешь кому-то, ты, значит, не любишь. Если ты хочешь поклоняться мне, но ты поклоняешься и другим башкам, это плохо, это не есть поклонение, это не хорошее отношение со мной. Бог напоминает людям то, что в принципе для любого человека должно было быть очевидным. Скажите, пожалуйста, знали ли то, что писал Моисей в пяти книгах первых Библии, в Торе, знали ли эти истории те, кому писал Моисей? Как вы думаете? Откуда Моисей знал, что писать? О творении мира, о потопе, о Аврааме. Откуда он это знал? Дух Святой, да, но мы знаем также, что его воспитывала его мать, которая и с ранних лет его учила. И если мы посмотрим на то, как написано Тора, то мы увидим, что большинство историй, они написаны очень быстро и кратко. Моисей напоминает, написав Тору, напоминает людям о том, что они уже и так знают. Единственное, что было новым для людей, которые читали Тору, это было что? Это было установление о храмовом служении. Вот почему, когда мы открываем первых пять книг Библии, там настолько много написано о том, как должно происходить храмовое служение, какие размеры должны быть храма и много-много других вещей, потому что единственное, что новое для этих людей в том, что пишет Моисей, это установление о земном храме. Все другое. Люди это знали, люди это понимали. Итак, второй вывод. Если закон Божий, это закон природы, значит он вечный. Третий вывод. Если мы созданы по принципу этого закона, если наш мир работает по этому принципу, значит этот закон неизменный. Нельзя говорить, что до какого-то момента закон был один, а после какого-то другого момента он вообще совсем другой. Это тоже важно понимать, потому что сегодня в христианстве есть интересная теория. Знаете, в чем она заключается? Что Бог дал людям новый завет, который заменил собой ветхий завет, и теперь нам нужно жить только по-новому завету. Я вам скажу, если человек образован, то дискуссия по этому вопросу не такая простая. Но я вам скажу несколько моментов, которые уже сразу являются проблемой, если так понимать. Во-первых, в Новом Завете нигде прямо не говорится о исполнении второй и третьей заповедей из Диколога. То есть если мы живем только по Новому Завету, то вторая и третья заповеди их там нет. Более того, например, если мы возьмем Второзаконие 18 главу, мы там читаем о том, что и не будешь ты своих детей проводить через огонь. Пусть у тебя не будет чародеев, пусть у тебя не будет вызывателей мертвых. В Новом Завете такого нет. То есть если мы говорим и так честно говорим, что я собираюсь жить только по Новому Завету, пожалуйста, друг мой, тогда не говори, что вызывать мертвых или заниматься чародейством это плохо. Но я вам скажу, давайте глянем немножко глубже в эту теорию, потому что нам нужно ее как-то разрешить. Если закон Божий это закон нашей природы и он неизменный, то как разрешить реально этот вопрос из понимания того, что такое Новый Завет и что такое Ветхий Завет. Например, если мы откроем послание к евреям, это, можно сказать, ключевой текст в таком понимании, 8 глава, 13 текст, то мы действительно читаем такие слова. Послание к евреям, 8 глава, 13 текст. Говоря Новый, речь идет о Завете, показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению. Как решить этот вопрос? Ну, мы, как адвентисты, очень любим повторять какую фразу? Все нужно читать в контексте. Тема, которую раскрывает апостол Павел, она начинается с первого текста, восьмой главы и продолжается в девятой главе. И вот если мы читаем дальше, после этого тринадцатого текста, я читаю следующие слова. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же заветствую была скиния, называемая святое святых. И апостол Павел описывает, что земной храм. И в девятом тексте, в восьмом тексте, он говорит, «Сим, Дух Святой, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». Одиннадцатый текст. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и телецов, но со своей кровью». И апостол Павел говорит, «Теперь же мы живем во времена Нового Завета, когда вместо священника человека для нас служит священник лучший». Кто? Иисус Христос. Когда вместо этой жертвы, постоянной жертвы земной овечки или земных животных была принесена идеальная жертва. Что это за жертва? Жертва Агнца, Господа нашего Иисуса Христа. Когда вместо земного святилища начало работу идеальное святилище, которое находится на небесах. Итак, о чем здесь речь идет? О чем говорит апостол Павел, когда говорит, что Ветхий Завет уже не нужен? Что имеется в виду? Конечно же, не заповеди. Он говорит о Ветхом Завете как о Завете, в основании которым стояло храмовое служение. Он говорит, тот Завет с Израилем, который я положил там на Синае и в центре которого я установил храмовое служение здесь, на земле, он уже отошел, потому что сейчас есть идеальное служение на небесах в небесном святилище. И когда апостол Павел говорит в послании к Колоссянам о тени будущего, о чем он говорит? Он не говорит эти заповеди о субботе, о других заповедях это тень будущего. Нет. Он говорит, тень будущего это разделение, которое существовало когда-то между Израилем и другими народами. Сейчас этого разделения нет. Когда он рассказывает, пишет этим христианам, которые пришли из язычества, он говорит, когда-то при Старом Завете вам нужно было проходить очень трудный, сложный путь ги-юра обращения в иудаизм, который предусматривал обрезание крайней плоти. И вы не могли стать иудеем, пока вы не совершили большое путешествие в Иерусалим. И раз только в год, когда происходила Пасха, в Иерусалиме не принесли пасхальную жертву. Но теперь этого не нужно делать. Теперь вы люди, которые исполняют закон, которые посещают церковь, вы можете стать частью церкви потому, что вашим обрезанием становится крещение и вашей Пасхой, которую когда-то вы должны были принесить в Иерусалиме, является кто? Иисус Христос. Теперь принятие крови Христа и принятие крещения как момента омовения от грехов достаточно чтобы стать частью церкви. Но это не означает, что часть церкви не должна исполнять те законы, которые являются вечными и неизменными. Это очень-очень важно понимать. Итак, третий очень важный вывод, который мы можем сделать и принцип, по которому мы как церковь адвентистом седьмого дня живем, все заповеди, которые есть в Библии, мы исполняем кроме тех, которые Новый Завет прямо отменил. Единственными заповедями, которые Новый Завет прямо отменяет, являются заповеди, которые касаются храмового служения. Это и касаясь государства вокруг храма, и касаясь собственно храмового служения. Все другое является актуальным. И здесь, когда мы говорим о том, что такое закон, важно тоже обратить внимание, что на самом деле закон, он заключается в очень простых словах. Это хорошие отношения с Богом, которые проявляются в любви к Богу и в любви к людям. Все. И когда Ева подошла к этому дереву, вы знаете, что дерево познания добра и зла это не было какое-то магическое или может какое-то там специальное дерево. Вот дерево жизни, оно таким было. Но дерево познания добра и зла это было обычное дерево. Единственное, чем оно отличалось, это тем, что там змей ее поджидал. Но шаг, который она сделала, был не в том, что она вкусила что-то магическое, а в том, что она сделала, когда не послушалась. Когда змей говорит с Евой, интересно, он не заставляет и не подталкивает ее к тому, чтобы она кушала этот плод. Знаете, что он говорит и на что он атакует? Он атакует отношения между Богом и человеком. Он говорит, сейчас мы не говорим о дереве, мы говорим о том, а не скрыл Бог от вас что-то важное? А может вам он это сказал потому, что он вам не хочет добра? И Ева, послушаясь этого, она разрушила эти отношения. Итак, законы, это отношения с Богом, но практические проявления закона, друзья мои, это не только 10 заповедей. Если мы читаем Библию, всегда, когда в Библии используется слово закон, имеется в виду что? Кто скажет мне? Тора. Все пять книг первых Библии являются законом. Да, 10 заповедей это, может, конституция. Кто из вас уже сдавал на гражданство, вы знаете, что вы должны были знать, что там в этом документе о независимости там написано, что каждый имеет право, каких три права имеет каждый американец? На, насколько я помню, на поиск счастья, на жизнь, еще на третье. Я уже тоже забыл. Но скажите, пожалуйста, когда вы, если бы были эти только законы, вот я имею право на поиск счастья и на жизнь, это как-то практически реально было бы исполнить? Конечно же, это сложно. Поэтому есть много других законов. И поэтому, кроме 10 заповедей в Торе есть много других важных правил, постановлений, которые до сегодня работают. Если вам кто-то говорит, вот вы адвентисты, принимаете 10 заповедей, а как же у других? Мы тоже принимаем другие. Мы говорим, что все законы, все постановления Торы, кроме тех, которые не то что отменились, а исполнились во Христе, храмовые постановления, они остаются актуальными. Вот почему мы говорим, что закон о чисто-нечистой пище, это тоже закон, который мы принимаем. Вот почему мы говорим, что закон «помоги вдове», это тоже закон, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, третий вывод. Закон Божий неизменный. И четвертый, последний вывод. Если Божий закон очень похож до закона природы, только не физической, а нашей моральной природы, значит, если мы говорим о грехе, о нарушении этого закона, грех — это не просто и не только действие, но и состояние. Об этом я хочу прочитать несколько текстов очень важных, которые записаны в книге пророка Исаии. Первая глава с четвертого текста. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ног до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем». Какой образ рисует для нас Исаия? Только шага какого-то? Только действие какого-то? О чем он говорит? Это образ болезни. Он говорит, что грех — это не только наше действие, мы захотели его делаем, и мы не захотели его, не делаем. Грех — это болезнь. А болезнь нужно лечить. И это очень важный момент, который я хочу обратить внимание, что грех является состоянием так же, как и действием. Почему? Потому что есть два в этом контексте отношения к Богу. Бог как тренер. Знаете, есть проповедники, которые проповедуют. Вам главное смотреть, как делал Бог, и делать так же, как и Он. Вот что это означает? Например, Бог как тренер. Вот есть тренер, который говорит, «Я вас сейчас научу, как прыгать с очень высокого камня». Он вылазит сам на камень этот, встает на край этого камня и прыгает. И вот у него есть 20 людей, которые тренируются. 10 из них прыгнуло, хорошо прыгнуло. Пять из них прыгнуло, но так испугались, что упали, знаете, дошкой, или как это сказать. А пять не прыгнули, потому что испугались. Тогда тренер приходит к ним и говорит, «Ну вы же видели, как я прыгнул? Почему вы не прыгаете? Но я боюсь». Какая разница? Я же не боялся. Итак, это первый момент. Человек приходит к пастору, к такому проповеднику и говорит, «Я упал. Я старался. Я хотел жить, по Божьим законам, но я упал». Пастор ему говорит, «А ты почему так плачешь?» Если бы Иисус был на твоем месте, он бы попросил у Бога силы, Бог ему дал бы силы, и он бы не упал. А ты упал. Значит, тебе нравится этот грех? Да, нравится, но я... Ну так почему ты ко мне пришел? Если бы ты хотел, если бы ты смотрел, если бы ты делал так, как Иисус, ты бы не упал. Это первый вариант. Чем он заканчивается? Если этот человек искренний, если он по-настоящему борется, если он по-настоящему ищет победы над грехом, такие слова закончатся нервным срывом. Потому что человек тогда спрашивает себя, «А как мне найти?» Тогда правду. Если я надеялся на то, что смогу принять это решение, но искушения и обстоятельства настолько закрутили меня, что я споткнулся и упал. И много из людей, которые такое проповедуют, они в конце концов приходят к тому, что не имеют никакой веры и не верят вообще в существование Бога. Но есть другой подход к этому вопросу. Бог как доктор. Именно эту модель представляет Исаия. Он говорит, что Бог готов тебя лечить, но начинается все с того, что ты в первую очередь приходишь и говоришь, «Да, у меня есть болезнь». Когда мы говорим о действиях, да, мы привыкли видеть человека, который выглядит не так, как нужно, и мы говорим, «От, он согрешил, потому что он что-то делал не то или как-то не так себя ведет». Но мы должны понимать, что вот, например, сегодня в мире очень часто мы встречаемся с таким понятием, как sexual abuse, то есть сексуальное насилие. Скажите, пожалуйста, почему мы можем увидеть, что у ребенка в семье есть проблемы с этим? По его поведению, по тому, как он одевается, как он ведет себя. И есть конкретный список того, когда учитель видит это в ребенке, у него уже есть 90, может, 5% уверенности, что в его семье может быть вот эта причина. Поэтому наши действия, это проявление того, что наши грехи, как действия, это проявление того, что мы имеем этот грех в себе как состояние. И его нужно лечить. С ним нужно бороться. И нужно понимать, что этот процесс освящения, он очень сложный, он не такой простой, как нам кажется. Сначала мы приходим и говорим, «Да, я грешен, я не имею сил. Я нуждаюсь только в Тебе, Боже. Я нуждаюсь в Твоего лечения». Мы говорим, «Ну, может, это отмазка?» «Я не могу». Нет, это не отмазка, потому что когда алкоголики приходят на встречу анонимных алкоголиков, что первое они говорят? С чего все начинается? Они садятся, и он говорит, «Я Петро, я алкоголик». Это первое. Второе, нужно принимать лечение. Когда ты приходишь ко Христу и говоришь, «Я хочу лечиться, потому что у меня есть это состояние», ты должен принимать это лечение. И это лечение – это правильное усилие наше, это правильная обстановка, это поддержка нашей церкви, это молитва, много вещей нам нужно делать. Но это лечение бывает не одномоментным. И, знаете, я как-то общался с одним из людей, которые здесь давно живут, и они говорят, что даже медицина американская, она отличается от медицины советской, хорошей такой, немецкой медицины, тем, что здесь медицина, она работает в основном на моментальное выздоровление. То есть медицина американская не любит хронических заболеваний. Поэтому эндокринолог, американец в больнице, ему сложнее работать, чем, например, хирургу. Потому что операционное – это что? Это ты быстро сделал вещь, там деньги крутятся, и ты поставил человека, и он пошел. А эндокринолог – нет идеального лечения для всех, для одного по одному, для другого по другому. И страховики, они спрашивают, почему ты одного так лечил, а другого так лечишь. Но это жизнь. И может быть так, что какая-то вещь у нас – это хроническое заболевание, с которым нужно шаг за шагом бороться, принимая все таблетки, которые говорит Христос, и идя по этому пути, который, к сожалению, закончится лишь при пришествии нашего Господа Христа. Лишь когда придет наш Христос, мы сможем полностью освободиться от греха. Наша же жизнь – это освящение. Конечно же, я не говорю о сознательных грехах. Мы должны понимать, что в Библии, даже в Ветхом Завете, есть разделение. Беззаконие, за которое ты не мог принести жертву, за которое выгонялся человек, або убивался – это грех, который сделан тяжелой рукой, то есть сознательный грех, и грех, за который принесили жертву – это несознательное, это падение, это когда я что-то сделал несознательно. Окей. Итак, мы прошли четыре вывода. Есть много других выводов, но четвертый вывод говорит, грех – это не только действие, но и состояние, которое нужно лечить. И может именно поэтому даже семь смертных грехов у католиков и восемь смертных грехов у православных, среди них нет ни одного действия. Знаете, что там у них? Гордыня, зависть, гнев, лень, алчность, чревоугодие, блуд. Нету действий. Есть состояние, из которого нужно вырываться. Хорошо. Но знаете, когда мы прошли все выводы, я хочу еще один момент очень небольшой сказать в завершении. Какая должна быть причина, чтобы исполнять Божий закон? Когда, может, вы слушали меня, и мы размышляли над этой темой, могла прийти такая мысль, что причина, почему нам соблюдать законы, это потому, чтобы нам выжить, потому что вот такие законы, мы должны просто им подчиняться, и поэтому это является главной причиной, чтобы нам выжить. Конечно же, если мы хотим жить вечной жизнью, мы должны жить по тем принципам, по которым создан наш мир. Более того, Иисус Христос доказал и показал, что это не принципы, только которые Он установил в творении, но это и принципы Его характер. Сам Бог такой. Бог есть любовь, поэтому все, что Он творит, живет по принципу любови. И когда любви нету в Его творении, это творение рушится. Но причиной, главной причиной того, чтобы мы исполняли Божий закон, является любовь к Богу. Знаете, что говорит Иоанна 14, 15? «Если любите меня, исполните». Да. Вот почему Христос должен был прийти. Вот что сделал Христос, когда пришел сам, сам творец пришел на эту землю и умер. Он дал возможность нам оттолкнуться от этого. Когда мы сделали этот шаг от Бога, когда мы согрешили, мы разучились любить, и мы не можем сами в себе это зажечь. Мы должны принять любовь, которую Бог показал. Мы должны понять все величие того, что сделал для нас наш Господь на Голгофе. Величие даже не того страдания, которое Он перенес, а самого шага прийти из статуса вечного, всесильного, вседесущего, прийти и стать человеком, которого унижают, стать частью этой планеты. Друзья мои, когда мы понимаем все это величие, когда мы понимаем, что Он сделал, когда мы слушаем Его и когда Он говорит на Голгофе, прости им, потому что не знают, что они делают в тот момент, когда никто еще не раскаивается о своих делах, когда мы чувствуем эту любовь, которую Христос сделал тогда еще, когда мы были грешниками, это дает нам силы отвечать взаимностью. И эта взаимность проявляется в том, чтобы исполнять все заповеди, которые записаны в Торе. Поэтому, когда вы говорите, я люблю Бога, это означает, я буду стараться и идти к тому, чтобы исполнять заповеди. Если любишь меня, исполни. И когда к вам кто-то придет и скажет, ну, вот вы такие умные, вы говорите мне о субботе, например, а скажите, пожалуйста, а вот мой дедушка, который страдал за веру, который сидел в тюрьме, но не исполнял субботу, а что, вы хотите сказать, он не спасется? Друзья мои, вопрос исполнения и неисполнения заповедей, это не вопрос спасения и неспасения, это вопрос любви. И такому человеку нужно сказать, мы сейчас не говорим о твоем дедушке, мы сейчас говорим о тебе. Вот ты конкретно, брат, признайся, что ты любишь не Бога, а себя, потому что ты делаешь не то, что Бог просит, а то, что тебе комфортно. Потому что ты говоришь, хотя я и слышу сейчас, что Бог говорит мне о том, что суббота это мой день, но я не собираюсь это делать, потому что мои планы и моя жизненная череда для меня важнее, чем то, что просит Бог. Поэтому вопрос исполнения Божьих заповедей, это вопрос спасения, это вопрос того, какие у нас отношения к Богу. Когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о городе, который связан и с началом христианства, это, конечно же, Иерусалим. Когда Иисус Христос покидал своих учеников во время Вознесения, Он сказал им, оставайтесь в Иудее и ждите в Иерусалиме. Когда мы говорим о христианстве, как движении, как церкви, в пророчестве, это, конечно же, Иеремия 31, 31. И написано, я укладу с вами Новый Завет. Когда эти законы, эти заповеди не будут отменены, но они будут записаны, где? Скажу, Олег, сердце свое. Вот разница вся. Я хочу сейчас вот, когда я говорю о начале христианства в Иерусалиме, в контексте Иеремии 31, 31, описать эту прекрасную картину зарождения христианства и народа Нового Завета. Это произошло на 50-й день после воскрешения Христа. 50-й день по воскрешению Христа он совпал с очень важным праздником, одним из самых важных праздников Израиля. Это праздник Шавуот. Это праздник, когда израильтяне вспоминали и праздновали годовщину, момента, когда Бог сделал завет своим народам и своими устами в уши всего народа продиктовал деколог, 10 заповедей, и вручил эти заповеди Богу. В тот момент в Иерусалиме было очень много людей из разных городов. Когда мы были на этих съемках, мы как раз и прошлись по большинству городов второго и третьего путешествия апостола Павла. Мы были в тех городах, где зарождалось христианство. Вы знаете, что христианство зарождалось именно там, где уже были иудеи, которые когда-то просто туда выехали, и они продолжали быть иудеями. Среди тех, кто пришел в Иерусалим, на Шавод, было много тех, кто уже не понимал еврейского языка. Почему? Может, среди них было много тех, детей тех, кто, когда Бог сказал возвращаться с Павелона, они остались. Это были люди, которые уже не помнили еврейского языка, но приехали в Иерусалим, им, чтобы прикоснуться к своим корням, к своим традициям. Может, наши дети, внуки, когда будут приезжать в Украину, они, может, не так идеально уже бывают, могут говорить на нашем языке, но они помнят, откуда они. И вот этот момент, они все приехали, чтобы вспомнить, откуда они. Но для того, чтобы понимать то, что читается из Торы, им уже нужен он был переводчиком. Ученики на тот момент были возле храма, на площади, и вместе со всеми другими они ожидали того прекрасного, очень красивого момента, когда ворота откроются, и на площадь выйдут священники, неся большой свиток Торы. Они откроют этот свиток на 19-20 главах книги Исход, и начнут читать о том, как Бог с громом, с молнией, с огнем показал себя этому народу и сказал отныне вы будете царями и священниками. И в тот день, когда израильтяне праздновали этот совет первый, Бог почти таким же образом тоже с огнями, с огненными языками, через Духа Святого показывает себя ученикам. И ученики начинают проповедовать о том, что Старый Завет, он говорил о пришествии Христа и написано многие люди, не понимая еврейского языка, понимали все на своем языке и удивлялись от этого, и принимали весть о Христе, и написано три тысячи человек приняли хрещение и стали первыми членами христианской церкви. Настоящая живая церковь, это церковь, которая принимает полное Евангелие, которая, принимая благую весть о благодати Иисуса Христа, также принимает и то, что наш Христос вместе с прощением дает силу побеждать грех и жить жизнью освящения. на пути к тому моменту и на пути в жизни, в которой мы исполняем все заповеди, которые описаны в Библии, как проявление одной главной заповеди люби Бога, люби ближнего. Аминь. Поднимемся для общей молитвы в конце. Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы могли изучать вместе с Тобой верим этот важный урок, важные принципы, что такое закон Божий и какой он имеет отношение к нашей практической жизни. Боже, помоги нам как представителям Тебя на этой земле, как церкви Твоей, представлять Тебя в своей жизни, чтобы наш характер, наши действия, наши слова, наши отношения, они показывали, что Ты живешь в наших семьях и Ты являешься частью нашей жизни. Боже, помоги нам уже сейчас, хотя мы рождаемся с похотями, с желаниями, которые отводят нас от Тебя, иметь силу жить жизнью освящения. Хотя сейчас даже ребенок, если его не воспитывать, он, к сожалению, он делает зло, помоги нам побеждать это зло, показывая, что Ты имеешь силу побеждать зло и идти к Тому моменту с верой, с надеждой, когда Ты, прия на эту землю, окончательно победишь грех на этой земле, и мы сможем жить в гармонии друг с другом и с Тобой вечно на обновленной планете, в Новом Иерусалиме. Мы живем этой надеждой, мы живем согласно этой надежде и благодарим за нее Тебя в нашем молитвовании Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Продолжение следует...